Привет! Всех с 1 апреля и поэтому у нас сегодня выпуск такой он будет с юмором, он будет провокационный и тема называется «Никогда так не делай при продаже недвижимости». Мы сегодня будем разбирать типовые глупости, которые совершают собственники при продаже своей недвижимости, тем более, когда они начинают думать, что они что-то выиграют от того, что натворят типовые на самом деле ошибки, которые приводят иногда даже к смешным ситуациям. Но, прежде чем мы начнем, как обычно, я вам хочу сказать о том, что, ребята, у нас в инстаграме, в моем инстаграме появилась с этого года новая рубрика «Статьи в картинках», это очень удобно, полистали, там есть короткие материалы и так далее, поэтому бегом по ссылочке подписываться на мой инстаграм и на наш дзен, в котором мы разбираем огромное количество статей в виде журнала, его ведет главный редактор, там пишут наши эксперты, там есть обзоры ЖК и так далее. Иногда обзор ЖК проще пролистать и посмотреть с фоточками, чем посмотреть на YouTube-канале, но там много еще интересного и полезных советов, поэтому подписывайтесь на наш журнал в Дзене. И еще раз, в сообществе невозможно писать статьи, потому что в сообщество в YouTube позволяет выкладывать только одну картинку. Если мы хотим показать несколько картинок района и так далее, сообщество это не позволяет, поэтому sorry, ребята, придется вам подписаться на наш канал в Дзене, это много удобней, это эффективней. А теперь погнали к теме, которая будет забавная, эффективная и так далее, нырну только за фломастером, вот так и все. Теперь смотрите очень важный момент, самый распространенный идиотизм, который вы пишете, это такой, просьба агентам не звонить. Вы как себе это представляете? А, вы, наверное, думаете, что каждый агент заинтересован на вашу цену, когда вы это выставили свою фантазию, вдруг неожиданно вам позвонить и сказать, подпишите со мной договор, я хочу подписать договор, я вас хочу ограбить на комиссию или развести. Расскажу вам такую очень занятную историю, чтобы вы понимали. В офисе сети Высоцкий Эстейд, которой я руковожу и совладею, есть офис Хабаровский. Мы вообще лидеры по продажам недвижимости в Хабаровске, по признанию Сбербанка. Также у нас есть офис в Иркутске. До этого у нас есть еще, да и был офис в Краснодаре, еще в многих регионах, в таком регионе, как Пытьях, Соликамск и так далее. И вот какая задачка часто звучит. Приходят клиенты, которые продают недвижимость Хабаровска. За прошлый год таких клиентов у нас было 8 человек. И просят нас начать подбирать недвижимость до их прилета. А это значит, что они хотят, чтобы мы не по объявлению посмотрели эту недвижимость, не по идиотским ответам в фотографиях все видно, зачем вам приходить, а посмотрели дом, подъезд, поговорили с вами и разобрали с вами в вашей ситуации, стоит ли к вам везти покупателя. Перелет, стоимость перелета из Хабаровска в Москву и обратно, чтобы покататься и просто, когда вы говорите, будет, соответственно, покупатель, ведите, это тоже тот самый идиотский ответ, который у вас есть, приводит к тому, что, во-первых, как я могу не звонить по вашему объявлению? Вы дебил. То есть я должен вам не звонить для того, чтобы начать подбирать объект. А если меня нанял клиент, платит мне деньги, за то, чтобы я подбирал объект, как я могу по нему не звонить? А что за ответ, введите покупателя, я покажу квартиру? Мне как его привезти? То есть мне нужно позвонить и сказать, вы знаете, вот этот собственник, квартира, которая вам понравилась на авито или на санях фотографиях, он даун какой-то. И он мне говорит, введите покупателя, вам придется сесть в самолет, потому что я эту квартиру смотреть для вас сейчас не могу. Не могу вам прислать ни видеоматериала, ничего. Не рассказать свое экспертное заключение, подойдет ли вам эта квартира по документам, по всему остальному. А просто должен вас подождать, когда вы прилетите. Мне клиент говорит, я если прилечу, то у меня будет 7 дней на то, чтобы на самом деле уже выбрать объект и купить. Я не собираюсь бегать по 100 объектов. Поэтому, когда вы пишете вот этот идиотизм в объявлении, подумайте о том, что мне, а, вы часто неинтересны, у меня есть свой клиент, который я работаю ему на подбор, и что мне вынужден звонить по вашим блядским объявлениям зачастую только по одному простому, что мне нужно найти объект. А если вы хотите его продать, то извините, господа хорошие, вам придется отвечать на звонки агентов, что у нас работа такая. И второе, покупателя зачастую мы привезти не можем не потому, что у нас его нет, а потому, что зачастую нам приходится показывать договор даже с покупателем и объяснять на пальцах, что он живет в другом городе, и он поручил нам заранее осмотреть большое количество объектов, чтобы не приходить самому и не тратиться на полет. Поэтому это идиотизм, и никогда так не делайте. Если вы решили продавать недвижимость, а не вышли попробовать ее продавать, да, будьте любезны, приготовьтесь к тому, что люди будут приходить и смотреть ваш объект. А для этого устроите определенным образом дни показов. В книжке «Бетонное казино» рассказано, как правильно организовать показы. Ссылочка вон там внизу в описании. Теперь, следующий большой идиотизм, это то, что вы, когда наш эксперт приходит на объект, у нас в стандарте нашей компании есть такое правило показать паспорт. Мой агент показывает удостоверение агента и паспорт. И удивительная вещь, что у 90% ни в голове, ни в задницу, ни спрашивать этот паспорт у входящих в квартиру. И они так очень сильно удивлены, когда мы приходим на показ и показываем паспорт, они спрашивают, а пусть зачем. Доходило до случаев, когда квартиру показывала 14-летняя дочь. И тогда мы звонили этой дамочке, которая выставила объявление в продажу, и спрашивали, а вы не дура моя дорогая, что вы вытворяете такие-то вещи, когда взрослые мужики, им открыла девочка квартиру и показывает квартиру без вас. То есть, когда к вам стучится полицейский в форме, вы его почему-то не пускаете, пока он не покажет вам глазок объявлений, документы. Но как только вы размещаете объявление о рекламе и продаже вашей недвижимости, у вас в мозге отключается, и вы начинаете в квартиру пускать всех подряд. Потому что вы в этот момент как бы заинтересованы продать, но не думайте о том, что может произойти, как может подвергнуться опасности вашей жизни, если вы будете пускать с объявлений всех подряд в сцены и так далее. Поэтому введитесь в список, пожалуйста, из журнала всех, кто приходит в ваш объект, попросите их расписаться, указать телефон и указать цель визита, а также попросите их показать паспорт и удостоверение эксперта, если они представляются агентами. Если вы уж действительно пускаете всех подряд себе домой. И задумайтесь о том, как правильно организовать, в том числе безопасную продажу вашей недвижимости. Если вы не думаете башкой, то никогда так не делайте, как делают некоторые граждане. Сами позвоните по телефону и узнаете очень много. Следующая прикольная история. Это такая забавная, я же не мог пропустить 1 апреля. Не вешайте красные трусы на люстру, этот примет не работает. То есть можете сходить вот по запросу красные трусы на люстре и увидеть, что это, так сказать, поверье к деньгам. И часто на фотографиях мы видим красные трусы на люстре, а также неубранные фотографии. И вообще все, что тут бардак, который вы показываете на фото, и вот эта знаменитая фраза, тот, кому надо, купит и так, ответ такой, не купит и не так, потому что бардак никому не нравится, ваши красные трусы на люстре уж тем более, и носки, стоящие в углу вашего мужа, тоже не очень нравятся. Поэтому никогда так не делайте, объект нужно готовить к продаже, а не верить в мифологические истории с красными трусами на люстре. Можете идти проверять, что я не шучу. Еще одна очень важная вещь, это когда вы думаете, один агент это один покупатель, много агентов это много покупателей, хрень это собачья. Объясню почему. Потому что все объявления, помимо того, что вы должны будете повесить баннер на объекте и привлечь внимание соседей, если вы используете интернет-рекламу, то все объявления попадут в несколько источников. То есть, все агенты пользуются одними и теми же досками объявлений в рекламу. А значит, что ваш объект многократно расплодится на цене, Авито, Яндекс.Недвижимости и Домклик. Первый вывод, который делает покупатель, с этим объектом что-то не так, какая-то каша и так далее. Второе. Что делают агенты, когда они не работают с вами на эксклюзивном договоре и вы сказали, я работаю со всеми агентствами. Один ставит, вы решили продать квартиру за 10 миллионов, поэтому тут же ваше объявление появится по цене 9 990, следующий повесит 9 950, следующий повесит 9 800, потому что он будет знать, что ему нужно привлечь внимание покупателя, перехватить его раньше, чем вы, и быть более привлекательным по цене. Они запускают так называемый обратный аукцион вашей недвижимости. Еще одна очень важная вещь. Возьмите сами и проверьте, если объект продается от нескольких агентов, то я часто такие телефонные разговоры приношу в виде записи таким собственникам и показываю, что я звоню вот этим агентам и говорю, ребята, кто готов меня отвезти на эту квартиру за 9700, с тем и пойду. То есть я спрашиваю, а можно ли поторговаться с собственником, чтобы еще опустить? И все эти люди, которые вот таким образом работают, скажут, да конечно, приходите, мы вместе с вами и поторгуемся. Почему? Потому что они заинтересованы на перегонки привезти клиента быстрее всего. Поэтому они часто прячут объект, ставят фейковый адрес на вашу квартиру, еще что-то так далее, и начинают смешура. Поэтому запомните, никогда так не делать. Либо вы продаете с одним агентом и выберете одного эксперта. И теперь внимание, голосуем за следующую тему. Если вам интересна тема, как выбрать агента, голосуйте на то, ставьте плюсы, что вам интересна тема, как выбрать агентов, ставьте плюсы в комментариях, пишите интересна тема, как отличить эксперта, а не эксперт, и я разберу ее в следующих видео. То есть я снова предлагаю вам проголосовать за следующее видео. Поэтому голосуйте в комментариях, интересна ли вам тема, как выбрать настоящего эксперта, и чем эксперт от не эксперта отличается, по каким признакам можно понять. Поэтому либо выбираем одного эксперта, либо продаем сами. И не даем никому квартиру в продажу. Решите, либо так, либо так. Вот эта система приводит вообще к полному кошмару и провалу в продаже. Теперь, не хамите, пожалуйста, по телефону и на показе. Недавно у нас был такой случай. Пришла клиентка, достаточно состоятельная, на объект, который она покупала, извините, без ипотеки за наличные средства, порядка 40 миллионов рублей. И на объекте. Так как клиентка достаточно простовато оделась, то собственница начала орать на мою супругу и на нее с фразой очень простой. Зачем вы не привели подставного покупателя? Зачем вы не привели подставного покупателя? Вы дура, хочется спросить. Вы вообще не дружите со своей головой? Это не подставное покупатель. Естественно, все, на этом все закончилось. Показ закончился, все развернулись и ушли и так далее. То есть, если вы не способны отличить горячего покупателя от холодного покупателя, как он себя ведет и так далее, то это ваши личные проблемы. Если вы не знаете, что серьезный покупатель будет задавать вам много вопросов по телефону, потому что он устал ездить по объектам пустым и вы не готовы на эти вопросы отвечать, то тогда не продавайте объект недвижимости. Потому что серьезный покупатель начинает осознавать в процессе того, как он, соответственно, ищет объект недвижимости, что ему нужно выяснять много вопросов, прежде чем прокатиться. Поэтому задают вопросы по документам, по цели продажи и так далее. и так далее. Чем серьезнее покупатель, тем больше будет вопросов. Чем серьезнее у агента покупатель, тем больше от него будет вопросов. Поэтому, если вы не знаете, как вести эти переговоры и как это делать, все остальное, тоже давайте голосовать за тему, как отличить горячего покупателя, реального покупателя от фейкового покупателя. Если вам интересна такая тема, я ее разберу и объясню на пальцах, как это делается и как отличить одного от другого. Какой покупатель купит, а какой нет. Поэтому, как найти горячего покупателя на вашу недвижимость, голосуем за эту тему и тогда я, пожалуйста, разъясню вам, чем они отличаются и как их по признакам их поведения, по их ответам, по всему остальному можно отличать и чем они отличаются. Голосуем за тему в комментариях и я одну из этих тем разберу, пишите, пожалуйста. Но когда вы начинаете хамить по телефону, хамить покупателям, хамски отвечать на вопросы, то что вы ждете, какая у вас сделка. Поэтому никогда так не делайте. Если вы вышли продавать недвижимость, то отвечайте на все вопросы терпеливо. Особенно, что касается частных домов, где все через жопу, все с документами везде бардак, что-то не стоит на кадастровом учете, вы начинаете говорить, ну мы вообще 75 метров поставили на кадастровый учет, а дом 300 метров у нас, конечно, не значит. Только для того, чтобы газ подключили. Во, великолепный ответ. Поэтому еще раз, голосуйте за одну из этих тем, соответственно, в комментариях то, что я перечислил и никогда так не делайте. Самое важное, вы должны понять, что когда вы действительно вышли в продажу, у вас должен быть объект подготовлен, вы должны четко понимать, сами продаете или с агентом и найти одного эксперта. И следующая очень важная вещь, вы должны приготовиться к тому, что вам придется вежливо отвечать на телефонные звонки, организовывать определенным образом показы, готовить объект перед фотографией, готовить объект во время показа, и тогда вы его действительно продадите дорого и быстро. Большинство из вас не может продать объект только по одной простой причине, что совершает вот эти глупые ошибки, пишет эти глупые объявления, а потом удивляется, что объекты стоят по 6-10 месяцев на рынке и потом нам печально рассказывают, как они просрали время. С вами был Сергей Смирнов. Никогда так не делайте, делайте грамотно, подписывайтесь на наш канал. Пока!